В состав добровольных народных дружин, возможно, войдут женщины. Этот вопрос был поставлен на расширенном заседании общественного совета при областном главке. Пока в народной полиции только мужчины, но и слабый пол тоже рвется на защиту общественного порядка. Тем более, что в советские времена улицы патрулировали и те, и другие. Ну, в целом, если, как вы говорите, такие боевые есть женщины, и с таким серьезным желанием, намерением, я думаю, мы посмотрим. По мнению участников общественного совета, присутствие женщин в команде ДНД будет способствовать психологическому разрешению конфликтов. Тем более, что ситуация на вечерних улицах спокойнее не становится, а общественный совет при главном управлении МВД России как раз и создан для того, чтобы ставить народные вопросы перед руководством полиции. 26 числа состоялось мероприятие, наверное, слышали, с Квери Кушкина. Категория молодых людей там была. Есть ли какая-то статистика, кто присутствовал там, и откуда все это пошло? Большинство участников, к сожалению, мы константируем, это молодые люди, учащиеся средних школ, четверо было несовершеннолетних школьники города Самары, это учащиеся техникумов, колледжи, вузов. Педагоги, родители должны все-таки работать, чтобы люди понимали, куда мы идем и к чему можем прийти. Какие последствия? Яркий пример – это Украина, когда молодые люди, ведомые, по сути-то, ложными лозунгами, выходят и раскачивают политическую обстановку в стране. И к чему это приводит? К развалу страны. И на этом же заседании была озвучена инициатива. Общественный совет при самарской полиции планирует провести в Самаре встречу таких же представителей общественности из других регионов Приворского федерального округа. Олег Зверев, Сергей Баскин, События.